Образовательная акция «Избирательный диктант» прошла в городской второй школе. Отвечали на вопросы в этом году ученики 10-го класса. Только в первой части вопросов 40. На каждой по минуте. Диктант прошёл в день российского парламентаризма, который отмечают 27 апреля. Это символично. И в заданиях тоже первые вопросы о Государственной Думе. Например, в каком году состоялось первое заседание Думы в Российской империи. Ответ в 1906. Кто был первым императором, издавшим манифест? Кто имел право голосовать? А далее о современном парламенте, политических партиях и краевой власти. Ответы не только в школьных учебниках. И ученики изучают дополнительную информацию. И это им интересно. Акция «Избирательный диктант» должна ещё больше привлечь внимание школьников к изучению избирательного права. Избирательный диктант – это новая форма привлечения молодых и будущих избирателей именно к избирательному процессу, избирательному праву. Результаты этого диктанта будет оценивать наша избирательная комиссия Краснодарского края. И по итогам, по результатам сегодня написания, изчестно, детки будут награждены дипломами и сувенирами. Оценок не будет, но и задача другая – заинтересовать и приобщить к участию в выборах, как только исполнится 18 лет. Подрастающее поколение должно быть активным и грамотным в избирательном процессе. Вторая школа занимает активную позицию в избирательных кампаниях, является избирательным участком. И наши учащиеся активно принимают участие в этих акциях. Сегодня проходит избирательный диктант, который позволит учащимся проверить свои знания в избирательном праве. Они проявляют интерес к изучению правовых основ, правовых норм нашего государства. Это позволит им в дальнейшем в жизни и получении высшего образования. Избирательный диктант в Лобинском районе проходит впервые, и площадка пока одна. Но в следующем году Лобинская ТИК планирует охватить как можно больше школьников, чтобы повысить их знания в избирательном праве. Людмила Никонова, Лабмедиа.